14 апреля состоялась прямая линия с Путиным. Какой вопрос вы хотели бы ему задать? Ну, по поводу того, что у нас очень... Ну, я работаю в строительных системах, и у нас очень плохая система с саморегулирующими организациями. В последнее время их очень стало много, и тем самым допускается очень много брака. Так как они покупают эти лицензии свободно, и любой человек, не обремененный даже образованием, может купить эту лицензию. В результате страдает качество строительства, и страдают люди, конечные пользователи. Всё. А вы? Затрудняюсь сказать. Ну, наверное, по поводу детских пособий, в конце концов, будет что-то сделано для того, чтобы они стали как-то совместимы с жизнью. Их очень много вопросов. Просто, конечно, не о личной жизни, а о жизни нашего города. Да, вот, в частности, моего любимого Санкт-Петербурга. Вот. Я бы хотела задать следующий вопрос. Ожидается ли в Санкт-Петербурге, как бы, снижение уровня безработицы, чтобы, как бы, вот, места, которые заняты, в принципе, приезжими людьми, их всё-таки хоть и уехало, но достаточно много, как бы, значит, это кому-то выгодно. А получается, что, вот, в частности, у меня, у сына, фирма закрылась в связи с санкциями. Вот. У меня, фирма, в которой я работаю, связана с Хьюлитт Паккардом, тоже в связи с санкциями, достаточно сложно. Сколько вот ещё вот эти все запреты могут продолжаться? Хотелось бы, чтобы народ, ну, вздохнулся посвободнее, чувствовал себя поувереннее в завтрашнем дне. Сейчас этой уверенности нет. Давно нет. Честно говоря, сложно так сразу сходу сказать. Много-много, очень много вопросов. Давайте первый, вот, самый-самый важный для вас. Не знаю. Никакой? Нет, у меня нет к нему претензий на данный момент. Когда у нас наладится жизнь. 14 апреля состоялась прямая линия с Путиным. Какой вопрос вы хотели бы ему задать? Не знаю. Ну, вы знаете, в первую очередь пожелать ему здоровья. У него такое терпение на все эти ответы, выдержка. Ну, не знаю, кроме здоровья, счастья, благополучия. И всё, вопросов было очень много. Так что, я думаю, всё задано для него абсолютно. Тесно говоря, я даже не знаю, у меня ничего в голову не приходит. Что же, надо говорить что-нибудь. Я тоже. Не в тему. Не в тему, да. Вопросы вот про то, что в военных раньше льготы были, а сейчас их отменили. Будут ли они вновь запущены или нет? А вы? Я даже, кстати, не думала. Эту тему я знаю, что проводилась, но не задумывалась. Много вопросов. Очень много. В голове сразу ты и не придумаешь на ходу, потому что вопрос должен содержать очень глубокую мысль. А вот так с бухты-барахты спрашивать я не смогу. Можно любое, не обязательно политику. Я понимаю. Для меня это более серьёзный вопрос. Я не могу вот так вот просто так взять и придумать вопрос, честно. Я серьёзно подхожу к вопросу, если задавать вопрос. Тем более такому человеку, как нашему Путину. В голове нашему. У меня нет к нему вопросов. Никаких. Даже не думал об этом. А вы? Вопросы? Не знаю. Наверное, все вопросы, которые должны были быть заданы, они уже были, в принципе, заданы. Не знаю. Вопросов, как правило, их нет. Почему у нас всё в стране так не очень хорошо, хотя описывается как благополучное развитие? И многостепенчатое такое прям развитие, всё так хорошо. И концепции принимают стратегическое развитие городов Москвы и Санкт-Петербурга. То есть всё вроде хорошо, но не так. Всё. Хотел бы задать вопрос по поводу пенсии и второй накопительной части пенсии. А что... Вообще, ну, введение компании и накопительной части вот этой. Мне всё нравится, у меня нет вопросов. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, на каком месте в мире сейчас Россия по развитию космоса? Ну, в советские времена была на первом, а сейчас, наверное, может быть, на втором. Всё-таки после Соединённых Штатов Америки. Я думаю, они нас уже обогнали в этой гонке. Я думаю, на третьем. А первые два? Ну, первое, наверное, США, конечно, а второе, не знаю, может быть, в Азии, но, конечно, это ошибочное заблуждение. Ну, думаю, что можно, если больше вкладывать, то намного больше можно развиваться в этом. Но почему-то затраты уходят в другие области, менее важные. Четвёртое, третье, третье, четвёртое место. А перед нами кто? Америка, Китай. Космоса? Ну, первое, конечно. Мы всегда были первыми и будем, мы всегда были и будем первыми. А Америка на каком месте? Ой, я вообще её недолюбливаю, поэтому и нет желания о ней говорить. Мы всегда на первом месте были, есть и будем с таким Владимиром Владимировичем. Нам только цвести и процветать от чистого сердца, вот говорю, от чистого. Про развитие космоса. Ну, так как Россия сильная держава, я думаю, что... Ну, я думаю, что не на первом, но где-то ближе к первому, на втором пускай будет. А кто на первом? Не знаю, Америка. А вы? Каким-нибудь Китай там, они же там всё разрабатывать любят. Нет? Не, Америка, всё равно на первом месте. В любом случае, мы на первом месте, потому что США очень много сейчас рекламируется о том, что они подставные факты показывают, то, что якобы где-то они были в космосе, а на самом деле это просто съёмки, как это всё объясняется. Довольно-таки много передач об этом. Поэтому Россия, несомненно, на первом месте. Скажите... Расскрывает это тщательно от нас. А если мы на первом, тогда кто на втором? Вы меня поставили в тупик этим вопросом. Не знаю, не вычислял. Не знаю. На каком месте сейчас Россия находится по освоению космоса? По освоению космоса? Ну, на третьем. США, Китай, потом мы. Ну, по развитию, во всяком случае, новых космических технологий. Потому что в последнее время у нас, мы пользуемся только старым багажом, который при Королёве был разработан. Нового практически ничего нету. То есть ракеты-носители все старые, спутниковые системы все старые. То есть развитие идёт вот в Китае, идёт развитие в США. Вот, к сожалению, так. На первом. А на втором кто? Может, Соединённые Штаты. А вы как считаете? Аналогично. В 87-м месте. Ну, точно не на первом. Я думаю, мы уже в лидерах. Где-то на месте третьем, может, четвёртом, но не в первом. Вот этого точно не знаю. На первом или на последнем? Скорее всего, на втором, я думаю. Кто на первом? Китай. Я думаю, это не так важно. Нужно заниматься какими-то другими вопросами внутри страны. А не освоением космоса. Космос подождёт. Ну, а вот всё-таки, если констатировать факт, то мы на каком месте? Ну, если мне опираться на своё патриотическое чувство, то на первом. На втором кто? А вот это мне уже не очень интересно. Скажите, вы подвержены пропаганде? Смотря какой. Ну, вот вы... Нет. Я к политике очень холодно отношусь. Все мы подвержены пропаганде. Она на вас влияет? Косвенно. То есть у вас своё личное мнение есть? Есть. Ну, пропаганда, смотря от чего? Ну, спорта. Вот я пропагандирую сам спорт, как бы, то есть, как бы, я за спорт, мы за здоровый образ жизни. Мы поддерживаем спорт, да, нас. А на вас? Так же. Вместе занимаемся в одном клубе. Пропаганда спорта. Нет. У меня всегда своё мнение. Нет. Смотря какой. Ну, вот телевидение оказывает какое-то влияние на ваше личное мнение? Ну, я думаю, телевидение будет оказывать мнение на интересующий у человека вопрос. То есть, если ему этот вопрос интересен и для него этот вопрос актуален, то он, естественно, будет в него вглубляться и дальше будет искать из каких-то других источников, из достоверных, естественно. А так, в принципе, ну, особо не подвержена. А вы? Я солидарна с ней. Наверное, я думаю, да, но... Нет, я думаю, что нет, но, наверное, да. Скажите, пожалуйста, влияет ли на вас пропаганда? Влияет. Как и на каждого. Влияет. Ну, в последнее время мы уже абстрагировались от этого. Раньше оказывалось, сейчас мы пропускаем сквозь уши. Конечно, что-то остается, накапливается, но в меньшей степени. А на вас? Никакого. Нет. Я рассмотрю на реальность. То есть, у вас свое личное мнение? Да. А у вас? Да. Именно так. На основании именно того, что и видим, и слышим. Точнее, не то, что слышим, а больше то, что видим. Нет. А по мне не видно? Видно. Нет, я не смотрю телевизор. Нет, не подвержен. Ну, не знаю, но, наверное, лет пять я уже не смотрю телевизор.